Олег Видов родился 11 июня 1943 года в городе Видное Московской области. Мать Олега Видова Варвара Ивановна была директором школы. Отец Горневич Борис Николаевич, финансист, детство провел в СССР, Монголии и Германии, окончил школу рабочей молодежи, работать начал в 14 лет. В 1960 году впервые снялся в эпизоде фильма «Друг мой», Олька, в январе 1962 года поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии ВГИК на актерский факультет, руководители курса Яков Сегель, Юрий Победоносцев. В 1963 году снимался у режиссера Владимира Басова в фильме «Метель», по повести о Пушкина в роли Владимира. В 1964 году снялся в фильме «Раста Гарина. Обыкновенное чудо» в главной роли. В 1965 году снимался в роли князя Гведона в фильме режиссера Александра Птушка. «Сказка о царе Султане». В 1966 году окончил ВГИК и был приглашен на главную роль принца Хакбарда в культовом для скандинавских стран датско-шведско-исландском фильме «Красная мантия». В том же году женился на Марине Видовой. После окончания ВГИК и начал активно сниматься в кино. Получил популярность, как исполнитель ролей благородных красавцев. С 1967 года по 1969 год снимался в югославско-американно-итальянском фильме «Битва на Неретве», а также в других югославских фильмах. В 1970 году снялся в фильме «Ватерлоо» Сергея Бондарчука. В 1970 году женился на Наталье Фидотовой. В этом браке родился сын Вячеслав. В 1971 году Олег снялся в фильмах «Джентльмены удачи» и «Могила льва». В 1983 году поехал в Югославию. Там снимался в нескольких кинофильмах и двух ТВ-сериалах «Тайна черного дракона». В 1985 году переехал в Австрию. Потом Италию. В сентябре 1985 года выехал в США. В 1989 году женился на Джоан Борстин. Ими была создана фирма «Филмс Бит Джофф» и «ФБДЖЕЙ». В 1992 году компания «Филмс Бит Джофф» получила лицензию на прокат за пределами бывшего СССР 1260 мультфильмов производства. Государственной студии «Союзмультфильм» с 1936 по 1989 годы и арендного предприятия «Союзмультфильм» с 1989 по 1991 годы. Все фильмы, за исключением 80 часов экранного времени, были возвращены арендному предприятию «Союзмультфильм» в 1994 году с полным правом проката или продажи этих фильмов. Студия этим правом ни разу не воспользовалась. Сделка, по мнению Георгия Бородина, вызвала скандал, так как права на перемонтаж, переозвучивание и прокат Золотого фонда советской мультипликации были проданы фирме Видова за бесценок. При этом лицензия на прокат была передана компании «Филмс Биджов» с оплатой каждого часа экранного времени в полном соответствии с расценками мирового рынка для старой анимации, которую нужно реставрировать и переозвучивать при условии законности всех авторских прав. Как подтверждено в США федеральным судьей, компания «Филмс Биджов» полностью оплатила лицензию за каждый взятый ею час мультфильмов. В сентябре 2007 года право на фильмы купил российский бизнесмен Алишер Усманов и передал их детскому каналу «Бибигон» есть иная трактовка произошедшего. Фирма «Филмс Биджов» выкупив у «Союз мультфильма» права на прокат по всему миру осуществляла реставрацию пленок, озвучивание мультиков известными голливудскими актерами, среди которых были и Ширли Маклейн, и Джессика Ланг, и Тимати Далтон, и Джон Хьюстон. Фирма «Филмс Биджов» придумал, как привлечь внимание американских зрителей. Он позвал на помощь популярного в США танцора Михаила Барышникова и выпустил мультфильмы под лозунгом «Михаил Барышников. История моего детства» и не прогадал. Старые добрые русские мультики посмотрели во многих странах мира. Олег не любит говорить о конфликте с «Союз мультфильмом», с которым последние 20 лет боролся за право на картины. Тем более что Видов уже продал всю коллекцию миллиардеру Алишеру Усманову. В 90-х Олег Видов сделал несколько картин «Три августовских дня» о событиях в России в 1991 году. «У времени в плену», «Любовная история», «Бессмертные» и «Моя Антония».